Вас приветствует Владимир Борисович. Мы будем рады ответить на ваши вопросы. Если муж скажет, я согласен лечиться, а сам просто будет тянуть время, можно ли пускать его обратно домой? Нет, конечно. Его слова не имеют силы и ценности, только действия, поступки. Поговорила с ним, ничего не признает. Не то, что есть зависимость, не то, что есть из-за этого проблемы дома. Говорит, ему плевать на мои чувства в связи с этим. И попросила утром уйти. Сказала о разводе. Он говорит, я нормальный, найду скоро работу, все будет хорошо. Эгоист. Работа не спасет ни его, ни вас. Но пусть помается, походит. Мама его пустит к себе жить. Пустит, если к ней придет. Доброе утро. Вчера навещала его с детьми. Выглядит страшно, но трезвый был. Сообщила о разводе. У него как истерика что ли случилась. Плакал, руки трясутся, дышать не мог. Свекровь ему какие-то успокоительные дала, но не особо помогла. Стал просить не разводиться. Что согласен жить отдельно от нас. Мол, все понимает. Дай, говорит мне время. Увидишь, что я больше ни-ни. Я без вас жизни не вижу и все такое. Но лечиться он не собирается. Увы. Мне не кажется. Он правда не поедет в реабилитационный центр. Скорее умрет. Доброе утро. Он не готов что-то менять кардинально и брать ответственность за свои поступки. Ему по всем показателям нереально без помощи специалистов выбраться из этого. Личность травмирована. Вы держите верную позицию. Продолжайте в том же духе и с мамой держите связь. Пока она не поймет, что сын погибает, ему сложно помочь будет. Кому-то и не дано принять решение вовсе. Я боюсь, что у нас так будет. Я тоже вчера уговаривала на разведку. Говорила, что ты в любой момент сможешь оттуда уехать. Насильно не держат. Он ни в какую. Доброй ночи. Наша история с невеселым концом в вашу копилку. Может быть, кто-то, прочитав это, сделает правильные шаги. Месяц назад приехал повидаться с детьми. Вышел на пять минут. Он потребил наркотик, убил человека, арестован. Я в шоке и в ужасе. Дети без отца, все надежды на лучшее рухнули. Еще куча его долгов на мне. Вот так. И дошел до курса занятий 12 шагов 2 дня. Вам отдельная огромная благодарность, что помогли мне тогда по телефону горячей линии. Поставить хоть немного голову на место и начать действовать в интересах безопасности себя и детей. Доброй ночи. Очень жаль, что наш опыт и знания не смогли помочь вашей семье принять правильное решение. Каким образом произошло убийство? Следствие разбирается, но что я знаю, это какой-то кошмар. Зашел в квартиру чужую. Было открыто. Запер дверь изнутри. Нанес удары по голове. Но уже выявлено, что у жертвы сломаны ребра. Под вопросом насильственные действия. Был обнаружен голый в шкафу на месте преступления в состоянии наркотического опьянения. Это невообразимо. Человек, который обожал детей и животных, и бабушек через дорогу переводил. Соседям тяжелые сумки носил до квартиры и каждый день цветы мне приносил. Плакал от просмотра Титаника и мечтал работать в опеке, чтобы спасать детей от плохих родителей. Я до сих пор как в бреду. Знаю, что случилось, я поверить не могу. Но он для меня умер. В целом это так и есть. Его личность стерта. Извините, что отвлекаю. Желаю вам побольше истории, где удалось достучаться. И если не вылечить, то оградить окружающих от опасности и дать шанс. Всего доброго. Нет слов просто. В любом случае жизнь продолжается дальше. И вам есть ради чего жить и развиваться. А это для всей родни его опыт. Правда, ценой жизни невинного человека. Пишите, рады будем помочь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова